Церемония открытия пошла не по сценарию из-за экспромта гостей, но зрители остались довольны. Многим горожанам удалось получить автографы своих кумиров и увидеть конкурсную картину на большом экране. Так в Чебоксарах дали старт международному кинофестивалю. Мой коллега Дмитрий Ковалев пообщался с участниками, членами жюри и известными актерами. Интерес к Чебоксарскому кинофоруму растет. Именно поэтому церемонию открытия перенесли в просторный зал театра оперы и балета. С каждым годом фестиваль становится все более насыщенным и авторитетным, отметил глава региона. Зивое кино надо посмотреть, а то на экранах мы это не увидим, в сетях тем более не увидим. В хорошем настроении, светлые и добрые лица, в прохладную погоду. Хорошо, спасибо. Откуда? Ваши телевизоры! Круто! Кем будете? Актером? Преподавателем? Продюсером? Режиссером? Да. Уже великие люди приехали. Конечно. Еще советского периода. Для гостей фестиваля теплый прием. Красная дорожка и буря овации от поклонников. Мы приветствуем вас на Чебоксарске. Здравствуйте. География фестиваля становится все шире. В этом году на большом экране покажут и австралийские картины. Такое кино даже в интернете не увидишь. Это фильмы, которые разных жанров показывают, ну, всякие элементы и всякую тематику Австралии. Мы будем рады обсудить Австралию, австралийскую тематику. Оценивать фильмы, снятые в регионах, в этом году будет и корейский киновед. Хонг Сангву русскую культуру изучает давно. В конце 80-х он выступал переводчиком Читы Горбачевых во время их официального визита в Сеул. Потому что тогда в Корее очень мало людей было, которые говорили по-русски. Потом я влюблен, например, в русской классической литературе. И я сам, например, щупчинист в Южной Корее, почти единственный. И вообще в Корее очень любят русскую классическую литературу. В Чебоксары приехал и известный актер из Парижа Бибино Сири. Говорит, что его давно привлекает русское кино. В ближайшие годы он намерен вернуться в республику снова для работы над новой картиной. Я не вижу большого отличия русских картин от французских. Правда, мы снимаем больше комедий, а вы придерживаетесь жанра драмы. Наша общая душа. Если бы операторы и по сей день работали с такими камерами, то участниками Чебоксарского фестиваля было бы отснято сотни метров ленты. Сейчас это терабайты видеоматериала. В этом году на суд жюри представили 28 картин. Большинство в конкурсе регионального кино. У регионального кино и его создателей открываются большие перспективы, отметил глава республики. В этом году в конкурсе заявлено сразу пять картин, снятых в Чувашии. Вот уже 19 раз мы встречаемся с вами, обсуждаем разные мероприятия, картины, работы востребованы нашими зрителями. Международный кинофестиваль стал неотъемлемой частью культуры российского многонационального народа и культуры народа Чувашской республики. В программе специальные показы. Одну из картин представит режиссер Борис Грачевский. На открытии фестиваля известный киноюморист отошел от своего амплуа и исполнил пронзительную песню о маме. В самый крупный час у меня есть мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Свои вокальные таланты зрителям показал и известный актер Александр Пашутин. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Фильм открытия фестиваля, конкурсная работа Лили, о взаимоотношениях актрисы, цирка, шапито, лилипутов и сельского механизатора. Выбирать лучших предстоит из 28 фильмов. Многие картины на большом экране будут показаны впервые. Старт кинофоруму дан. 12-й Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов, как говорилось раньше, а нынче, этническому и региональному кино, открыт. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова